Всем привет, с вами Андрей Чент, и вы на моём лайв-канале, и я сегодня не один, а сегодня со мной Вэл, Мишаня. Заглядывайте на их канал, потому что мы у Мишани сняли что? Экстра сенсов, а точнее, как они ведут следствие, а у Вэлла мы сняли... Один за всех. Вот, поэтому заглядывайте, ссылочки я оставлю в описании на их каналы, там вообще у нас как бы уже давно не одна реакция тройничка. А вот, а на моём канале мы будем смотреть тоже один за всех, почему жена сбежала от мужа и четверых детей. О, ну шо, вы готовы? Ну, получилось, поехали. Вообще на харизме выезжаю, да, офигенно. Ладно. Спасибо, мы сладкие. Да. Молодец. Добрый вечер. Мы за своё время, ребят, один из всех, меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Я начал готовить тогда, когда ушла Люда. Честно, я не люблю готовить. Вот честно, я не люблю готовить, но я мужу готовлю. Анвер Мамедов из Киевской области от забот и хлопот просто зашивается. На нём одном уже полтора месяца и всё хозяйство, и четверо сыновей. Значит, Тёма мне помогает. Например, да, зайчик. Да, вот он. А Никита занимается всегда с Масиком. Вот он уже, я вижу, что он не хочет играть. Даю им мячик. Ну, что, в волосы, пацаны, многие. Заметь, и поэтому уже лет 16, наверное, там что-то 14. А там лет 12. И вот он самый мелкий, он. Заниматься Максимом. А всё потому, что жена Людмила регулярно бросает его с детьми. Позволяет себе... Цекость хата на тата выходит у нас взагалей. Точно один за всех. Оставила, просто проект пошёл не на неделю, а на полтора месяца. А что значит регулярно? То есть это она пошла, погуляла, вернулась, говорит, всё. Я переезд загрузил. У меня был ритейт. И у меня запытание головное, это она зараз в кадре, или нет? Это она. И неделями не бывает дома. Блондинка. И возвращается, когда вздумается. Но Анвер снова и снова прощает бессовестную женщину. Я не смогу кого-то полюбить. Я только люблю её. И хочу быть с ней. И хочу, чтобы она была с детьми. Чтобы была мама нормальная. И всё будет классно у нас. Для меня она, конечно, самая лучшая. Это смысл всего в жизни. Понимаете? Просто смысл жизни. И хотя над мужчиной уже смеётся всё родное село, он не готов так просто отпустить Людмилу после 20 лет семейной жизни. И сегодня в студии один за всех раз и навсегда попробует вернуть её в семью. Но смогут ли слёзы мужа растопить сердце женщины, которая за полтора месяца ни разу даже не позвонила своим детям? Разобраться в истории помогут гости и эксперты в нашей студии. Телеведущая Светлана Вольнова. Заместитель начальника службы по делам детей и семьи города Киева. Алексей Наумук. Киноактриса Дарья Трегубова. Актёр и телеведущий Павел Костицын. И наши постоянные эксперты. Психолог Анна Кушнирук. И юрист Михаил Присаждук. Пока они не начали говорить, вот у меня для вас вопрос. Можно ли, имея такие чувства, прощать любимой женщине абсолютно всё? Мы не говорим про внутреннее какое-то чувство достоинства мужского, но любовь слепа. Что она с ним творит? Ага. Немножечко философии захотел Мишаню добавить, но, как вы видите, этому не сильный конёк. Анвер Мамедов не может понять, почему женщина после 20 лет семейной жизни уже полтора месяца даже не звонит своим детям. Давайте попробуем. За Жокском. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Дмитрий. Прошу, присаживайтесь. Вы сейчас полтора месяца живёте один. Да. Почему я обратился? Потому что надоело, как она врёт. Я подозревал, что у неё есть мужчина, это была правда. А в этом году, когда я начал психологию изучать, что для того, чтобы это всё раскусить, блин, потому что... Как почему-таки так? У меня заявился конкурент. Я буду смотреть курсы Сатьи Дас. Нужно поставить себя на его место и мыслить, как он. Тогда я смогу предсказать его. движение. Я по-прежнему повторяю, что философия — это не моё. Это всё с дураком. Давайте с самого начала. Как давно вы познакомились со своей женой? Мне было 15-14. Прикольно, что у них сидит в экспертах чувак из Руйнянки Мифев. Ну, уже круто. А что они захочелось запрошивать? Давайте с самого начала. Как давно вы познакомились со своей женой? Оцей. Ты шо, это блин, чувак? Да я гоню, блин, могли пить играть. Гумор. Своей женой. Мне было 15-14. Так, всё, завылись, мужики, включились. Прикинь, ему было 15-14. Да. То есть по факту это первая любовь. Ого. Первый сексуальный партнёр. Ну, не факт. Ну, любовь так что? Ну, любовь первая, я так понимаю, сильная. И вот до сих пор, типа, якобы 20 лет как-то держаться. А правда, что каждый человек помнит свою первую любовь? Ну, если ты был не пьяный, и тебя не в парадном чпокнули. И вообще, очень круто, что ты не смог забыть Игоря. Я это имя буду помнить всегда. Игорь, Игорь, Игорь. Наше мнение. В 2000 году, перед тем, как родился старший сын. Меня призывают в армию. Девять месяцев мы пишем друг друга письма, там у нас любовь, бесподобная, там всё. Мне пацаны завидуют, типа, такие письма жена присылает. Значит, родился сын. Там, меня не отпустили. Получается, я служу она дома, чтобы не вникать в подробности. Там через пару месяцев прекращают эти письма, там. Ну, я там понимал, думал, ну, ребёнок там занятая, всё туда-сюда. Ну, тут они так-то было. Мне сестра меньшая пишет, типа, твоя жена тебе изменяет. Она бросает на бабушку маленького ребёнка, открывает окна и убегает. И конкретно с человеком назвалась каким из меня. Викно? То есть, ну, типа, выйти как бы в двери, не сильно круто. Вот в окно выйти, вот это класс. Все же будут, ну, не казаться, вон в Викно втекло. С пятого этажа. Да, она на 14-м живёт. То есть, по факту, так, подождите, как вы уже вначале жили, то есть, в 20 лет вместе, но по факту у вас уже веселье началось с самого начала. Когда вы ещё молодыми были, у вас только еле один ребёнок появился. Ну, у них уже был тревожный звёночек. Да, но они такие, наверное, да ещё троих. Да, четыре. Дети точно удерживают от наших отношений. Дети, как ты скажешь, это митцный фундамент. Четыре, это как бы стабильно. Это уже прям как... Цемент 400, бетон, качество. Три, да, три, это ещё, ну, не факт. Четыре, 100% залишится. А они как-то планировали, что первый ребёнок появляется именно в моменте похода в армию? То есть, он говорит... Да, особенно в то время там все планировали. Пойти в армию, пока в тебе дружина народжує, и ты не бачишь, как росте твоя дитина, сотни про це мринуть, в одиниці это отримают. Тогда ты что? Это у каждого был он многоразовый один. И передавался от отца сыну. Я там не мог себе найти место, я понимал, что мой сын, надо что-то делать. Я вернулся. Значит, начинаем жить. Несмотря ни на что, ради того, чтобы у ребёнка была семья. Вы её простили? Ну, как бы, да, простил, но, как бы, обида была. Понимаете? И как бы вы дальше жили? Никак. Я иду по хлеб, а меня там соседка отозвала, говорит, давай споймаем твою жену с моим мужем, потому что она там... Что это у вас за... Что это у вас за прикол такой? Ролевые игры, смотри, твой ушёл, да, и моя. Давай, словим, где будем ловить, когда они хлеб купят или колбасу? На сыре возьмём, да. Начали с ней разговаривать на эту тему. Она отрицала это всё. Так, а у него вы спрашивали? Ну, типа там... Да, просто мы нормально по-человечески поговорили, он ответил, там позвонил к людям, там Люда исчезла, ну, исчезла на некоторое время. Ну, так и не, как бы не разобрались в толком в этой ситуации. Куда она исчезла? Ну, в тот момент она поехала, я не помню, уже была у там подруги. Но это отмазка, она была с мужчиной другом. Хорошо, и вот она исчезает. Как рождается второй ребёнок? Ну, получается, по, как говорится в народе, по залёту. А первый был запланирован. Пощекай, пощекай, может, она завагитнила не от него, он сейчас продолжит. А вот между вторым ребёнком и третьим сколько времени прошло? Три года. Как вы жили эти три года? Убегает, потом приходит. А почему она хотела детей, я понять не могу. Зачем ей нужны были дети? Смотрите, как бы, я так понимаю, что Никита у нас родился для того, чтобы доказать, что это мой сын. То есть она рожала детей для того, чтобы сохранять с вами отношения? Как бы я сегодня ночью тоже всё это прокручивал, свою жизнь прокручивал, как бы... Смотрите, она, когда начала с этим фермером тягаться, да? Кричала на всё село, что она его любит, а убежала к другому. К этому Гриши, бизнесмен. Гриша это фермер? Нет, это, по её словам, бизнесмен из Ягодина. Как давно вы о нём узнали? В этом году. А сколько было у жены официальных и неофициальных любовников? У меня просто пальцев не хватит. А развестись? Как он может до сих пор до неї что-то вообще чувствовать? Я не понимаю. У меня пальцев не хватит, но у нас уже четверо детей. Помогите её вернуть. У меня. Планируете? Она развелась. В течение 10 дней нас в 2011 году развели. А дети все с ней, да? Пять дней с ними побила и бросила их. Я их приехал забрал. Потому что у неё, блин, мужчина. А питание позбавления не поднимали ви ещё? Слушайте, в 2015 году я как бы подал этот вопрос, да? Но вот оставался третий суд, и она как бы полдесятого ночи приехала. Так вы уже подали позов до суда про позбавления. Я как бы тоже вижу, что я повёлся, и я в суду написал отказ. Вы развелись в 2011 году. Потом она решила приехать, вы её приняли. Но она, она ваш сожитель. И у неё могут быть отношения с кем угодно. Или нет? Или вы опять друг другу что-то обещали, она вам обещала? Да, и она обещала, что будет, и как бы не будет с ним общаться, будет со мною жить. Сделала себе аборт, попросила меня закопать. И я копал. Что вы копаете? Ребёнка. Говорит, мальчик, в пакете. Так спокойно, он зацеповывает, такая. Ну, она и прыщно сзади выскочила, я выдавил. Аборт мы в домашних условиях решили сделать. Да, я закопал. Взяли пакет на 35 литров, такой чёрный, нормальный. Да на каких-то зарыли. Боже мой. Я вынесла, она говорит, закопаем. Боже, какой ужас. Ну, так. Уже был плод, как 3,5 месяца, она... Ну, короче, она на учёте не была, поэтому никакого уголовного дела тоже не возбудили. Говорит, на, выноси, говорит, закопай. А почему вы согласитесь? Она что, сама себе дома аборт сделала? Ну, может быть, он сам вылетел. И она решила его не в мусорь, и говорит, закопай. Какие-то спровокували. Выкидыш, это же бывают. Ага. Выносились это делать? Вот, потому что она мною манипелировала. Она пользовалась со мной. Я даже уже врачу звонил, запрещал. Говорю, рожай. Она сама себе колола укол в то время, когда было 3,5 месяца. Какие уколы она себе колола? Для выкидыша. Которые колят коровам, чтобы обортили. Серьёзно? Да? Блин, это регулярно. Я уже другий выпуск дивлюсь, где, да, пришли, короче... О, какой-то, который колят коровам. Да, что там коровы. Внимание, у нас есть эксперт по всем уколам, которые делают коровам Валерия Марченко. Пожалуйста. Короче, я один выпуск, там тоже, типа, до ветеринара звертали, чтобы он уколов подруге... Какую-то хрень, чтобы у него получился выкидыш? Да, да, да. Только я не помню, для коровов это тоже та самая история, чи там... А коровам зачем выкидыш делать? Я не знаю, я помню, что, короче, что с коровами было связано. Что? Ну, такие... Вот она себе колола. Это мнение эксперта. Покупала. В аптеке? Да, и ни один, ни два. Сколько? Ну, около 20. Сколько? Двадцать, чё, полосы? А все эти аборты были от вас? Нет. А от кого? От её мужчин. А как она далее может народживаться после такой кількости абортов? Видишь, какой бочный организм? Как-то прям... Интересно, придёшь, посмотрите, не знаю? Конь восстанавливается прямо... Эй! Колить, как корови, восстанавливается, как кинь, заживая, как на собаке. Это просто... А вы дай себе, как коза. Ну, да. Анвера, я не могу понять, а вот эти... Ты вообще молодец. Мы так нажали красиво. Это ты так нажала или ещё? Мужчины, которые с ней занимаются сексом, они же знают, что она забеременела. Их не волнует, что она делает аборты с их ребёнком. Теперь я понимаю, что... Понимаете, её используют. А она использует меня с детьми. Я не знаю, как такая женщина может быть интересна мужчине нормальному. Поэтому все мужчины, которые с ней занимались сексом, это, наверное, просто так. Переспали с ней и выбросили её обратно. И она пришла к вам. И поэтому пусть она вернётся, я её жду. Нашим сыновьям нужна мать. Я её люблю, мы должны сохранить семью. Потому что они к ней серьёзно не относятся. Потому что она для них никакой ценности не имеет. Складывается впечатление, что вы всю жизнь вот эту непутёвую женщину, вы пытались заставить её быть добропорядочной, хорошей женой, мамой. Я просил её, обнял, и говорил, и говорил, не только говорил. Я еду, покупаю спираль. Начинаю с ней разговаривать. Давай как бы прекратим, чтобы поставить ей спираль. Она говорит, нет, люди будут смеяться. Нашла куча способов, чтобы не поставить. Тобто, когда ты закопаешь дитину ненародженную в земле, эти люди не будут смеяться. Люди не знают. Коли же соби... Валерия, ты не понял. Она, когда ставит спираль, она всех оповещает. Всех собираются на ловном месте. Я ставлю спираль. Я ставлю спираль, внимание. Друзья, друзья, и я снимаю истории. Стрим. Это просто триндеть. Так там никто бы не узнал, что она со спиралью. А я знаю... Нет, они бы узнали. Как? О, оно уже 2 дни невагитное. Знаешь, типа, что-то не то. И я узнавал у Степана-ветеринара, она не покупает больше уколы для коров. Да. 100% вставать спираль, а больше гирша, користуется презервативом. Так ее и коровы возненавидели, потому что она скупила все лекарства. Корова залетела по ошибке, не может аборт сделать. И подарила другому человеку. Подарила? Да. Вы хотели отношения эти сохранять с женой? Конечно. Любите, обожаете и все, и несмотря на то, что она так себя вела? Ну, конечно. Вы говорите, конечно, но не у каждого так, да? Не согласитесь. Я серьезно люблю этого человека, и я хотел бы с ним наладить отношения, в первую очередь, чтобы были счастливые дети. Хоть убейте, не понимаю, зачем вам женщина, которая вот так себя ведет. Я все время как бы хочу сохранить семью. Я хочу, как бы, чтобы дети... Так это же не семья. Я не против того, чтобы вы сохраняли семью. Но то, что вы рассказываете о своих отношениях, позволяет мне сделать вывод, что семьи как таковой нет. Когда она, ну, когда у нас нормальные отношения, мне классно. Ну, они же... Когда она не пьяная, хороший человек. Ну, конечно, как выпьет. Ну, демон. Но так, идеальная мать. Но ради этих двух часов в месяц я готов ей прощать все, что угодно. Самое главное, ребят, секрет семенного счастья, это вовремя занять очередь. Вот в понедельник у меня получается на пятницу занять, а во вторнике бывает за Дувай. Там за фермером, за бизнесменом, за Дувай. Я окошко. А винт же зараза приезжает с йогуртом. Вот как я после него позвонил. Из-за этих парок убив в целом, вид заберет меня, да, 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 да. Какой же это бывает? А, например, она мне принесет постель кофе, я, я постель принесу кофе, да. В сексе хороша, да? Нет, ну сексе, да, само собой. Не, ну, да. А что еще за что вы ее любите? Что в ней еще есть такое, вот что нет в другой женщине? Вот что там, и секс запах какой-то. Как-то она умирает. Запах воняет. Корова маяет. Может, она его приворожила? Что у нее есть такого? У нее три соска. У нее, у нее молоко очень вкусное. Ласкова просто, что в ней есть такого, чего нет в других? Ну, в смысле, что в ней есть такого? Не, ну, она мне на увазит, чем она его так зачепила, потому что, ну, типа, реально, жиночка, трешки дивна, давайте честно. Мьяко кажучи. Мы, например, мы говорим одно то самое, понимаете? Мы другу, например, она что-то хочет сказать, да, я это скажу. Я что-то хочу сказать. Я, например, что-то хочу сказать. Она говорит. Так происходит, потому что вы 20 лет вместе. Вы могли за это время узнать друг другу настолько, чтобы продолжать фразы друг друга? Или так всегда? Изначально. А скажите, ей с вами хорошо? Человека постоянно хвалил, да, во всем. Говорил, ты умница, ты красивая, ты... Я переспала с бизнесом зягатина. Какая ты умница? Хорошая. А перед всем ты спала с фермером? А сметану для дома принесла? Ой, ты умница. И добитчица ты моя. Сколько ты сделала в этом месяце абортов? Три. Ты ж моя сонце, это на один больше, чем в минулом месяце. Ты ж моя умничка. Три зайчика, у нас закончились доски. Да нет, для меня самокла. Я ее во всем хвалил. А она всегда меня наоборот. Когда уходила в 2014 году, еще имела совесть, сказала старшему сыну Артему, что типа, он меня отменяет, она вообще не знает от кого он. А зачем она это сделала? Ага. Чтобы сделать на зло мне. Вы понимаете? А она... Я тебя удивлю, она реально может не помнить, от кого этот ребенок. Ты представляешь, как у нее поток? Мне вообще заглялись, что там, если проверить, то там, если не цедент капит, то там, если один цедент будет... Мне кажется, в Макдональдс на Льва Толстого не так много людей посещает, как ее. Шуточка для киевлян. А? А? Шо? Артему она на зло не сделала. Она же ребенка убивает. но она садись. Понимаете, у меня как бы с ним такие отношения, я к психологу ходил, школьному, понимаете, с этим разбираться, ну, как бы, в ужас такой. Почему не трудовеку? Я ездил на отношения, но все равно у меня теперь закрадывается. Школьный психолог приходит, чувалит, вы знаете, у меня баба там, она колит себя транквилизатором для коров, она постоянно с ягод и на носи такая, у вас проблемы с ребенком? Да. Помогите, пожалуйста. Она такая, ого. Я не знаю, как у вас, но у нас школьный психолог, несколько девочек работали, обычно это были дочки преподаватели, которые приходили в школу, чтобы ставку там, 0,25 ставки. Мне так два раза. У меня была, у нас была, как уже круто. Не, у нас такой, у нас вообще психология. Психология. Но быть так правильно. У вас нет уверенности. Взвалили было? Мы тебе верим. Такая мысля, что он не мой. Она говорит постоянно, что Максим не мой сын, что Гришин. Для вас кто ваш сын, а кто нет? Для меня не все четверо. Ваши? Да. Наши журналисты побывали у вас дома. Давайте посмотрим, как Анвер самостоятельно воспитывает четверых детей. Я начал готовить тогда, когда ушла Люда. Честно, я не люблю готовить. Вот честно, я не люблю готовить, но я муж готовый. Диму научил пекти хлеб. Он спечет хлеба, кладет карман в один с кулечком хлеб, в другой кладет сало, ну, обыкновенное, сырое. И приходят с Димой, с Никитой, и говорят, папа, ну как я приготовил хлеб? Я говорю, классно. Сейчас, 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 сейчас я вам всем дам. Машуля, сейчас, подожди. Успокойся. Успокойся. Свиню назвал Машуля. Многие нажимают, да, потом ее, потом залезают Машулю. Маша, ну, на самом деле, была Маша, но не наша. Жестко, типа, когда еде, даешь имя, потому что они же держат, не потому что ты домашний питомец, и как-то потом сожрать Машулю. Теперь я понимаю, откуда. как оно, конечно, в горло идет потом. Не знаю, откуда фраза, можно Машку залежку. Не так. Кушай, все днятка, я тебе тоже обовязково погодую. Иди тыр. А вот тобой, Кость, погодую. Тут два варианта. Бей ты водичку. Дети научили драться, я говорю. Гад бьется. Ох ты, козла? Иди сюда. Зайди. Але зверните увагу, ни одной коровы. И я думаю, це не просто так. Корова, типа, напоминала ее. Или что? Ну, она же все там берет. Напишите в коментарах, Миша. Миша, зайдешь, почитаешь. Думались, может быть, вашим детям нужна другая мама? Ну, мачеха, приемная. Я с вами согласен. Задумывался. Я познакомился с девушкой, начал общаться. Ну, а потом перестал общаться. Какая интересная история. Разрешивались отношения? Месяцов четыре. И почему закончились? Потому что я такой плохой. Какой такой плохой? Ну, что, как бы, не мог определиться с ней, или не с ней, ну, как бы, поступил с ней неправильно. А, то есть, я начистил тейкву. Тут вот такие, выбачь, я пока не могу вызначитесь и в кабину туфли, да? Она хотела, чтобы вы остались с ней, а вы не могли определиться. Сегодня, Катерина в нашей студии, и я бы хотел узнать, о чем еще показалось, о происходящем. Ну, так симпатично, вроде так. Нарожая девчонка. Здравствуйте. Знаешь, от просто, доля ему давала шанс. Ну, реально. И вы сидите, нормально девчина. Все, будь, знаю себе, буду и свое, смейте микрофон, пожалуйста. Ну, прическа, вроде нормально. Это человек с такой нелегкой судьбой. Ну, насколько я знаю, Людмила неоднократно от него входила. Он очень переживал. Я его поддерживала в эти трудные минуты. А потом уже у нас переросло все в почутки. Я до него домой приезжала, помогала ему, когда Людмила не была дома. Вы жили у него дома? Нет, не жила я. На сутках робила, потом на двоих суток ехала домой до него, въезти, варила, закрутку, закрывала. Обещал ли он вам жениться? Ну, или как минимум жить вместе? Ну, жить вместе, да, я даже этого хотела. Было такое время. Вы хотели этого? Да. А то, что у него там четверо детей и весьма сложная мама этих четверых детей. Я, у меня просто флешбеки прилетают, ну, секундочку. Флешбеки чи фидбеки? Ты посмотрел этот выпуск? Я не знаю, но... А меня не колышат, продолжаем. Детей вас-то не смущало? Нет. Да он, в принципе, сам не хотел. Я знала, что он постоянно любил Люду. Вот, сам. Я не смотрел. Я думал, ты типа, ты бихта что-то что-то пишешь, а ты перевираешь флешбеки, что ты дивился цифер. Что это выпуск? Я начинаю вспоминать, но... Если не вспоминаешь, нормально, это выгодно, когда тебе память, как у рыбки-дори. Это отлично. Прекрасно. Главное дело, вид, что, боже, сейчас я, наверное, угадаю, вам такое не говори. А то зарастабил колл с робом коровищей. Так что, давай, все. Не хотел. Постоянно проносил. А что он о ней говорил? Ну, например, как я стушила утку, а он сказал, вот Люда рубила нам так. Там разварила тавчонки, картошки. Он сказал, Люда нам рубила так. Люда рубила так. Да. Он ее не вспоминал при Кате, он ее просто не забывал. Люда, я смотрю, она вспоминала, секс-бомба какая-то. Нравится всем мужчинам. Вот у нее и муж, который ее любит, и мужчины, которые у нее там появляются. И бизнесмены. И шесть лет какой-то бизнесмен. Он такая красавица. Света, село, свежий воздух, коровье молоко, все просто. это не вам вопрос. Я с ней общалась по телефону раз. Это она так заткнула эксперта? Ого, нормальные у них там стосунки. Ага. И как она мне сказала, секс-це е здоровье. Понятно, то есть вот чем надо было вот учиться. Секс-це здоровье, особенно для четырех брошенных детей. А скажите, а он сравнивал вас только в контексте уток? Или вот сексуальные отношения тоже? Не обговорювали. Не обговорювали. Если мужчине что-то не нравится в сексе, он обязательно привяжется к утке, картошке. Ты понимаешь, мы не можем быть вместе как баклажан и тыква. Мы разные. А кулы уже гадят скучно. Они такие, Маша! Такой, а может эту египетскую картошку? Не-не-не, что ли? Машка! Машка! Притягивается к утке. Как она? К туфлям, к макияжу. К туфлям! Еще с туфлей не было. Я считаю, как сексуально, какие сексуальные шнудки? Может, обмотать? А ты так бррррррррррррррррррррррррррррррррр. А вы Людмилу видели? Мы... Ой, не роби выглядят, что ты так никогда не робил. Никогда. Я слышу не выходила, а она до меня бегла биться. А почему она бежала к вам драться? Ну, за Анвера. И чем все закончилось? Ну, их старший сын ее забрал. Чудово. Она какая женщина? Вы же можете ей характеристику дать? Ну, она... Не есть хорошая мама, и это точно. Вы к нам обратились, потому что не смогли ее найти из-за того, что у нее выключен телефон, да? А мы нашли. А кто-то знает вообще, где она сейчас? Я не знаю. Дети, быть может, знают? Нет. Мы разыскали вашу жену, и сейчас в этой студии появится человек, у которого она вот живет последние полтора месяца. Бизнесмен, зягуты на. Только вот вы ошибаетесь. Она живет не у мужчины, а у своей близкой подруги. Наталья Милованова, которая приютила Людмилу, поставила условие. Мы не должны раскрывать Анверу, где сейчас живет его бывшая жена. То есть, возможно, она убежала от него. Может, он ее клепал, и еще что-то. Там детей же оставила. Ну, а слушай, она думает, я манала. Либо я грохнусь бы сейчас с ним, либо я убегу. Дети уже взрослые, жить невозможно. Как она считает, Анверу нельзя приближаться к Людмиле. Давайте узнаем, почему. Ого! Так, ну по виду не аватар. Это кто? Какая-то подруга, которая приютила. Привет. А он ее знает. Вы знакомы, Анвер? Да. Вот скажите, тот факт, что ваша жена сбежала не к мужчине, а вот к подруге. Я сейчас тебе Библии по жопе надаю, блин. Дай телефон. Ты посмотри на него, блин. Да, все до телефона. Положи телефона, кашо! Посмотри, блин, ну. Невменяемый. Да у меня просто... Я тебе сейчас, блядь, сделаю флешбек. Ты знаешь, как ты просто ему уже на канал ведь сняли. Ага, ты смотри, блин. И все уже, как бы, наступного раза его останутся. Телефон берай, блин, а? И хата на тата будет. Как вы это оцениваете? Как я это оцениваю? Тихо не хата на тата. Никогда не была подругой. Никогда не была подругой. Тем более тогда возникает вопрос, почему она полтора месяца живет у чужого человека. Ну, не близкого, будем так говорить. Вы понимаете, я вам даю сто процентов. Если смотрел новый взгляд, скажи. Я смотрел, но я перенес... Я не помню. Да так тем более, что ты смотришь, если ты не помнишь. Мне интересно. Интересно, блин. Прости, хозяин. Это просто, как бы, отмазка. В смысле? Ну, что она... Сейчас спираль вставлю. А я вам гарантирую, что... Что, 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 сделаешь? Спираль вставлю. А ты и вытянул. Ну, она со мной. Последнее время. Ваша жена живет у Натальи. Это, может быть, разрушает какие-то ваши иллюзии на тему. Не, иллюзий у меня никаких нет, Дмитрий. Скажите, Наталья, как Людмила оказалась у вас? Она оказалась у нас. Я была на работе. Когда муж звонит и говорит, что Наташа, представляешь? Звонит возле магазина мужчина, живешь с женой. И говорит, звонит Сережа, и говорит, на тебе трубку, кто-то хочет с тобой поволокать. Он говорит, я беру, я удивился, что это Люда. Я сразу поняла, почему Люда находится там. Потому что из семьи по-нормальному она не ушла. Я говорю, бери ее и вези додому. Она в ужасном состоянии была. Человек зашуганный до такой степени, что я рассказываю, мне жалко на человека этого смотреть. Вы знаете, наверное, фашисты меньше издевались, чем издевались над этой женщиной. Так а кто над ней издевался? Вот, любящий большой муж, любящий жены. Ну, они такие схожи, типа, горячая кровь, кавказская, какая-то такая, а-ля, что-то такое прям. Ты он цыган или кто, я так и не понял? Кто? Он кто, национальный цыган? Ну, какой-то кавказская внешность, что не видишь? Он на молдавана и похож тоже. И на болгарина, и цыгану, откуда я знаю, кто? Можно в трешке. Ну, судя по имени... Анвер. Анвер. Это грек, ну, однозначно. Это вам Людмила рассказала? Это рассказала, это когда мы общались с ней и раньше приезжали к ним домой. Что она сказала, почему она ушла из дома? Ушла из дома, у них какой-то произошел конфликт, он ударил ей кастрюлей. Получился она с конфликт, я ее ударил и попросил уйти. Я не знаю, что она ушла, как бы, ну, я иди стою кастрюлей, как бы, ввалил в кабину. Так, ну, ушла на наступный день, когда очнулась. Да, я не знаю, мне кажется, он не улюбовник просто, а причины были, ну, я и кастрюлей ввалил. Кастрюля. Нет, это не причина. Согласен, вообще не причина, ухарите с семьи. Я ее вдаль, воно опала, я понесе их закапывать, я привык так, если что-то жить, нужно закопать. А что, вы дома свою не бьете жену кастрюля, если не слушается? Ну, только если пустой. Если полная эта еда высыпется. Она пешком пришла, она знала уже, что она будет идти до меня, потому что больше идти ей не макуда. До сестры одной, если она уйдет, он ее там найдет. До второй сестры уйдет, он ее там тоже найдет. Ну, у меня он бы ее не шукал никогда. Поэтому она оставила детей, потому что понимала, что детей она идет, дети как-то сами выйдут на отца, и бац, добрый вечер, я здесь. Поэтому она решила убежать. Прямо это Том Круз, на миссии невыполнима. Ну, она не надо ела терпеть вот это все. Терпеть что? Ну, издевательство вот эти. И постоянно выгоняли. Смотри, смотри, сидит жжет. Одежда постоянно горела, печка палилась ее одеждой. Почему? Ну, потому что это он покупал. А это классический почерк от таких додиков, которые... Тиран-арбузер. Тиранов, да, авторитарный режим. Типа, я тебе куплял эти вещи, я тебе их пошматую, полижу, спалю и так далее. На то время, когда мы общались с Санвером, я не вижу человека. Когда мы общались с Санвером... Ложишь голову брать, я не с тобой общаюсь вообще-то. Убери котелок, Сульфурла. Как бы там ты не один. Очень творение. Красиво она бы так попустила. Очень, да. Словно, Золушка только гречку еще оставалось перебирать или горох. Огород люди, есть, варить люди, убирать люди и это все. Вы это видели своими глазами? Ну, у них всегда порядок и это все делала люди. Наташа, как ты могла видеть, если ты постоянно бухая была? Давай мы будем... Ну, как мы с вами расстались? Потому что вы пилили у меня в дворе, я вас выгнал в скандал. Мы сейчас разговариваем не обо мне, дорогой, не я своих детей ищу. Анвер, смотрите, я бы хотел услышать и другую сторону. Да я с вами согласен. Ну, я, конечно же, не знаю, как живет Наталья, но вот она не выглядит как человек, который регулярно пьет. Ну, очевидно. И дело в том, что мы ее отогрели, она очень замерзла, потому что она шла через поля. А чего она боялась? Он сослов ее и кислотой угрожал облить. Ну, если у человека руки были поломаны. Жесть! Угрожала рука, почему была поломана? Потому что я ее споймал в дворе с другом. И такие, типа... Да, боже... И сломал руку, просто... А вначале пришел такой, да, такой, я прям четверо детей готовлю, помогите. Святые такие. Некоторые такие, боже, папа воспитывает четырех мальчиков, а по факту... А в другой раз она ему мизинец, типа как якудза, помнишь этот? Ну, якудза, когда там ошибаются, мизинец. Но они не ошибаются, они когда предают. Не, не предают, когда ошибку допускают. Ну, предательство, ошибка, что предел не так. Не-не-не, предательство убьют, нет. Не-не, там, если ты поменял клан, я смотрел этот мир наизнанку с Комаровым. А я смотрел фильм. А я смотрел, где реально спрашиваются у якудз, где они рассказывают, как они свои мизинцы теряли. А я был якудзой. Слухайте. И мусор был удар. Бля, хамуха, шо ж ты будешь делать? Я же не знаю ситуацию. Я был якудзой, я... Смотрите, а почему не друга ударили? А при чем тут мужик? А при чем тут мужик? Нет, не в том дело. Сидели вместе, как бы разговаривали. Да, и не сто, не сто. Он вышел, и она. Вот нету, нету, я выхожу, они там уже... А при чем тут мужик? Ну да. А кислотой-то вы зачем хотели ее быть? Я пугал ее просто. Будешь так, говорю, делать, я тебе оболю кислотой. В смысле? Нет, надо было чем-то как-то влиять. А петлю на шее тоже пугал? Ну вы понимаете, что человек, который поломал руку и теперь говорит о том, что обольет кислотой, это как-то вот очень похоже на правду. Нет, на какую правду? Ну на то, что вы это сделаете. Нет, я-то вот не сделал бы. Я же жал. Чтобы тот максимум взломать руку. Да. Ну кастрюли в голову, да. И то, что он побачил ее с каким-то чуваком. А ровно-то паштар приходил. Просто взял... Отец ее, допустим, они встретили. Просто какой-то мужик. Говорит, с тобой мужик, да, ну все. Иди сюда. На тебе кислотой с аккумулятора вылил. Так она вся жизнь от ноги втекала, походу не от того, что она хотела до куханцев, а просто потому, что он конченый. А зачем она детей ему давала? А мы еще поймем, все ли дети. Потому что там показали последнего, и он как-то не сильно похож на него. Если еще старший как-то видно, какая-то внешность, не какая-то восточная, назовем так, то вот показали самого владшего. А то и голубоглазый блондин. Ну, он по-другому выглядел. Ну, либо ее там ДНК хорошо сильно сработало, либо там все-таки другой мужик. При нем душить тоже пугал? Нет, не пугал. Нет, не пугал. А, уже и ремнем душил? Нет, это неправда. Ремня не было. Не было, а что было? Ну, вот что... То есть руку ломали, что мы еще не знаем? В клетке сидела, дети кушать носили в клетку. Я варила на несет, она сама сидела в клетке. Ну, сама же хотела туда пойти. Она сама сидела в клетке. Можно я в клетке посижу? Коханый, сегодня я попуга. Жест. Я тебе прикинь, в каком трешняке женщина жила. Она сама захотела. Ну, она сама захотела в клетке посидеть. А, а что я зачинюсь в клетке? Я, вероятно, что она перестанет меня бить. Наташа, сама сидела. Что значит сама сидела в клетке? Ну, вот, не хочет ничего работать. Я говорю, иди свари кушать. Пойди в клетку. Села в клетке и сидит там, где кукуруза, понимаете? Дети ей несут кушать. Я сварил кушать, а ей несут. Она там сидит, принцесса, страдает. Он реально, типа, настолько на дебила косит, что люди думают, ну, я в это поверю. Типа, захотела сама посидеть в клетке с кукурузой, куда дети будете еду носить. Может, она с мыслями собраться? Кто-то в туалете собирается, а она в клетке. Сидит принцесса в клетке? Да. В кукурузе. Клетка для кукурузы. Так она, да, она не закрытая. Клетка просто открытая. Она там сидит. И дети все возле нее сидят. Вы понимаете? Так она спряталась, наверное, там от вас. Да, она спряталась там сидеть. Потому что вы, наверное, били ее так, что ей уже пришлось в клетку бежать от вас спрятаться. Я еще раз говорю, не бил я ее так. Вот если бы мне муж сказал, что она больет меня кислотой, я бы жила в страхе, конечно. Ну-ка, гнилью, руку сломали. Да, с другом я споймал. Для меня очень странно поверить в то, что... Прикинь, как можно споймать за руку, чтобы ее сломать? Это чем он ее, клещами словил? Как это ломать? Ловить надо. Я не знаю. Я не знаю. Дмитрий, я понимаю, что вы хотите сделать меня дураком, но я не дурак, дурак не я, поэтому проговорим еще как, все было. Я не виноват. По-моему, у него расстройство желудка. Первое, что я хочу, это не быть дураком. Я не хочу быть дураком. Ну, я говорю, вы не спрашиваете, я отвечаю вам. Хорошо, смотрите, я вас выслушал. Я хочу услышать вторую точку зрения. То, что я сейчас слышу, это полностью противоречит тому, о чем говорили вы. И я хочу разобраться, кто из вас мне лжет. Давайте разберем. Мы об этом сейчас и разговариваем. Я уже записываю. Залышится. Реально прикольно. Да, прикольно. И на самом деле, Миша только что посмотрел, и не смотрел, Миша, этот выпуск. Поэтому я не знаю, что там за флешбеки. Продолжай. Что еще рассказывала Людмила? Голова разбита, была держаком от лопаты. Это было? И это даже если я вру, например, как он утверждает, я не бачила. Так это же знаю все село. Как ты ее кинув через порог до бабы, когда голову ее разбил? Я через порог привел, говорю, бабера, поможите, что-то делай. И бабушка та отмачивала, ее откупывала, тряпочки ложила на голову. А стрижена была, как в концлагере, тоже не стрижена была на голове. Я ей обрезал челку. Валера так тоже говорил. С этого все началось. Ага, спочатку ты отстраиваешь челку, потом на скронях, и потом раз, и хо-хо-хо. Тому тут такая тема, ребята. Ну, это я про свою зачистку. Ты же про мою зачистку пожертвовал? Да. А я тебе пить, я говорю, как бывает. Спасибо большое. Скажу почему. Вот смотрите. Она получила зарплату, пошла, посрыгла, сделала милировку и исчезла. Приехала, дитям дала не конфеты, ничего. Она просто исчезла. А челку вы зачем обрезали? Я хотел показать ей, что не надо на себя деньги тратить, на детей. Ты смотри, блин, решила на себя деньги потратить. Заробила и вытратила на себя. Прическу на себя захотела вообще, блин. Ну, теперь тебе не будет, да. Я думаю, она двичі думала перед тем, як усміхатись. А, ты усміхаєшся? Добрый вечер. Ты що? Да. Ну, там чуть-чуть там буквально. А вот Наталя говорит, что не чуть-чуть. Была выстражена вот тут. Макушка, а не челка. Если все село об этом знало, куда милиция смотрела участкового, а участкового Анвера боїться? Бояться его. Вы честно сказали, я тоже боялась сюда идти, потому что у меня тоже есть семья, у меня есть тоже ребенок, и не один. Я тоже не хотела сюда идти. Слушайте, ну вот все село всегда все знает. А что про измены, вы можете сказать, Людине? По его словам, что она погана мама, она проститутка. Нет, по вашим словам. То она сделала там порядка 20 абортов. Сделала, да. Сделала она аборты как документально по больнице, так и уколами сама дома. Колола себе препаратом, который для коров. Да. А потом в итоге дочищала в больнице. Потому что кровотечения не было, и он же сам же скорую вызывал. А она вам объяснила, почему она не хотела? Він не хотела. Денег у ней никогда не было. Он не хотел? Да. А презервативы? Получается, она говорит, что это были... Вы услышали? Без предохранения, Ангер сказал, это не то. Клэвинг сказал. Ну только что тетка озвучила. Да. Потому что без предохранения это не то. Получается, она говорит, что это были дети от него? Да. Я ей не верю. Возможно. Потому что я просил, рожай, зачем делать аборты? Если ты не хочешь предохраняться, рожай. А вы хотели предохраняться? Конечно. И я ее жалел, она говорила сама, давай, давай, все. Так же я ведь доказываю, что старший мальчик не его, и самый младший не его. Старший Артем постоянно в бегах. Ребенок и покончить хотим с собой. После чего Артем хотел покончить? После его избиения. А вен, детей там точно шпаныч. Ну, ублюдка мы в них тоже обзывают. За счет детей, если ты так скажешь, он пострадает, тебе честно. Вот вам человек, детей я не трогаю. Это ж провокация чистейшей воды. Как Наталья пострадает? Можно ли серьезно воспринимать угрозы от человека в белых носках на темную обувь? Почему здесь это да? Я хотел разрядить обстановку. Ага. Ага. Слушай, ну жестко, он реально, он тиранит всех. Что даже, прикинь, его полицейские там боятся. Ну, это грамма на у вас все влазит. Вот если завалит кого-то, лучше его так заберут. Так, так. А то чувство, что он еще ко мне придет. Либо участковый придет, а он его усановит и будет пятым ребенком. Ты стендапер, блядь, Миша. Это уже так ревизуна страдает. А куда вы пошли? Будешь ты от меня страдать в таком месте. Он что, за меня ушел? Я бы так плохо пошутил. Всю жизнь у них так происходит. Ребята, извините. Я пытаюсь что-то. Она сказала, что он ей приревнувал, почему где-то до армии, до их знакомства, чи она уже была беременна или не была беременна, что она кому-то с ним, с кем-то и сперила. Присящнюк повернув его? Поверни? Вот это происходит вот такие вещи. Ну, присящнюк красавчик в этом плане. Пошел, что-то там с ним перетерп. Угу. Может, десь трешки сказал, что сейчас... То такси не оплачиваем домой. Да, Чмоня, привыкни к аппарату. Садись. Еще выпить карвалулу там или что-то еще, да. Лучше в лодке. Заспохилываем же. Скажите, а что это за история, когда ваш старший сын хотел покончить с собой? Когда это было? Наталья, Людмила вам говорила, что тогда было? Да, она нашла записку, что я не хочу жить. Мальчику было то ли 5, то ли 6 класс. Ну, этого не было. Этого не было никогда. И если этой запиской Люда поехала до школьного психолога, вызвали Анвера, то Люда каже, что не психолог, не он был у психолога, впечатление сложилось, а что психолог у него на приеме был. Потому что он не был. Я такого не был. Я такого? Ну, все получается, Анвер вруч. Все вокруг. Не забываем о том, что он прошел курсы по психологии. В школе. В смысле в школе? В школьного психолога. А, у школьного психолога. Винбов. Да, представляешь, что психолог с ним, какой-то начинающий абитуриент, студент, встречается, начинает тест, говорит, я сейчас тебе про свою жизнь расскажу. Тебе когда-то жена сама себе уколы для коров колола? Говорит, нет. Ну вот, слушай. А как правильно воспитывать детей? Не очень, нет. Анвер, это тебе расскажет, друг. Причем тут не говори, дети охареют труд, мой дорогой. Просто скажи, как правильно воспитывать детей? Да не надо издеваться над детьми. И уважение элементарное иметь к детям и к жене. Зачем ты их возвращаешь? Я тебе задал вопрос. Ты не ожидал? Как воспитывать правильно детей? Да не я до тебя на прием пришла. Чуть-чуть посыть немного. Так ты мне спрашиваешь, я тебе отвечаю. Я тебе объясняю, ты не ожидал этого поворота с тобой? Я думаю, в очередной раз она прийде и получит опять же. Я понимаю, что ты человек, который пьешь. Который, ты хотела, чтобы приезжала в моей семье пила. Анвер, успоко в твоей семье, друг мой. Ты бухала, и я вас вы проводил. Мы так разошлись. Ты человек, ты зверь, а не человек. Ты зверь, Анвер. Где твоих детей телефоны? Где твоих детей одежда? Где твоих детей, где они ночуют твои дети? Анвер, у Гомониста чуть-чуть. Дома, дома всегда ночуют. У Жанна, у Лаузи. Бегают, не дало кошения, а втопиться твоему старшему мальчику. Потому что он пожалел кошечку маленькую. И кому ты тут будешь сидеть, рассказывать? Боже, это не я одна. Я ничего не рассказываю. А что за история про утопление? Кого? Как вы искали малого ездили своего. Где вы его нашли? Люда по дороге у тебя просила. Только больше не бий его. Ты приехал, обзываю. Такая ситуация. Приходит Дима, говорит, папа, Артемчик меня взял. Это было в 2012 году. Завалил при всех, там они где играли, и побил ногами. Я взял ремнем, я, да, честно, это правда. Я взял ремнем. И после этого случая я его не бил. Я два раза ударил его ремнем, и он убежал. Я, естественно, его нашел, привел и поговорил с ним. И после этого я его не трогал. А вот Наталя говорит... Ну, сначала как бы наклепали его ремнем. Я представляю, как я настолько сильно он его клепал. Два раза, я сомневаюсь, что это было два раза. Слушай, ну, у него одна дитина хотела повеситись, а інша утопитись. Правильно? Так. Ну, вот... Хотел утопиться, и вы нашли его на речке. Да нет, такого не было. Сегодня у нас в студии есть школьный психолог, который знает о той истории с самоубийством. Какая-то молодая одна женщина. А я думаю, еще нет. Мария, возьмите, пожалуйста, микрофон. А нет. Желание покончить с собой у ребенка возникло из-за психологической атмосферы, которая царит в семье? Или из-за того... Да. Да. Сразу. Я почему уточнил? Потому что, мало ли, может, он в кого-то влюбился. Всю атмосферу можно назвать анвер просто и все. Мальчик очень любит маму, но в то же время он хочет, чтобы отец признал его. Понимаете? А признание со стороны отца, ну, скажем так, не совсем до конца. Да еще отца, который сомневается в том, что это его сын. Мы знали в школе, что есть проблемы. Но для меня сегодняшний разговор – это был шок. Знаете ли вы что-то об угрозах анвера отправить своего сына, старшего сына в АТО? Да. Мы очень этим были обеспокоены. Пригрозили ему, что отправят туда к родственнику Артему. Он заканчивает 11 класс. Мы очень хотели бы, чтобы мальчик доучился у нас. А кто пригрозил? Отец. Анвер, вы зачем собираетесь своего сына отправить в зону АТО? Такого не было. Ага. Причай. В самом начале вы рассказывали нам о том, что ваша жена... Ну, Вен уже, ДВ, Вен уже паник. Думаю, что что-то не моя схема пошла вообще. Он уже закрылся. Он не сидит с открытыми ногами. Да, вот такой, типа, царь. Заметили до этого? Ты мой физиогномист. Я немножко оценюю людей. Звідки, как ты мои ногами, кажется, царь сидит. Гулящая, детей ненавидит. Да, трошки не то, Мишка. Ты же, как бы, не царь сидит, звідки, как ты мои ногами. А кто? Ну, подумай. А кто? С открытыми ногами. Кабаре? Они неухоженные. Она пропадает там на какое-то неопределенное время. И занимается сексом с другими мужчинами. Сегодня у нас в студии есть полиграфолог. Вы знаете, что такое детектор лжи? Ваша жена прошла обследование на детекторе лжи. Хотите узнать результаты? Конечно. О, ты жена в студии. Здравствуйте, Игорь. Я знаю, что вы общались с Людмилой. Я бы хотел узнать, какие вопросы вы ей задали. Блин, ну, тут очень хотелось бы, чтобы она тут опинилась. Я думаю, что в конце 100% она выйдет. А может, побоится, и она не приехала, и просто записали полиграф. Ну, дай бог, чтобы она пришла. Типа, ей там пообещают, вы тут в безопасности, все дела. И она такая выйдет, и вообще ее разнесет в дружину. Программа защиты свидетелей. А она планирует у него детей забрать? Давай посмотрим. Почему она не начинает борьбу? Почему она не земляет? Как ее там боится, того дебила боится, все село полицейское. Каких детей забрать? Он всех найдет, ее грохнет и так далее. Какие были ответы? Первое вопрос. Если действительно вы являетесь биологическим отец всех ее детей, я хочу вас запевнить, что все дети от вас, и Людмила говорит правду. Стосовно второе вопрос. Если вы задерживали Людмила своему человеку? Она также говорит правду. Она очень сильно хвилюется, переживает. Мы не разово зупиняли тестирование, витирали слезы. Это продолжилось таки достаточно тривалий час. И в ней действительно был секс с теми человеками, про которые она вам рассказала. При первом родственном ребенке и после четвертой ребенке. В всех других случаях она вам не задерживала. Я правильно понимаю, что кроме Анвера в жизни Людмилы было двое мужчин? Абсолютно правильно. Первый – это Олександр. Это когда Анвер был в армии? А второй? А другого человека, вона відмовилась називати его имя, вона просто сказала так, что действительно… Бизнесмен – Яготин. Такий випадок мав в месте. Сезоним – Яготин. А по выходным еще Березань приезжал, но это совсем другая история. Всей семейной жизни до 2014 года, когда вы были уже разведены, она была вам верна и не изменяла. Это подтвердил детектор лжи. Ну и для того, чтобы совсем решить вопрос с вашим отцовством, я хочу сейчас познакомить вас с результатами теста ДНК. Ага, она ведь так… Мамедов Анвер, 26 июня 1985 года рождения, является отцом Мамедова Артема с вероятностью 99,9%. Это о вашем старшем сыне, и вот результаты теста о Максиме, которому Крим. Это дети, в отношении которых вы сомневаетесь. Соответственно, Мамедова Анвер Анвера Глы является отцом Мамедова Максима Анверовича с вероятностью 99,9%. Он говорит, ой. Я, конечно, шокированный. Я шокированный, что это вообще мои дети, конечно. А можно всех проверить? У меня их четыре. Да я еще руку ломал. Ваши рассказы о том, что у вас гулящая жена – это ложь. Для того, чтобы окончательно разобраться с тем, какой вы отец и муж, я бы хотел, чтобы сейчас в этой студии появился человек, который тоже какое-то время проживал в вашей семье. Ладно, это не жена. Встречайте, Елена Скрынник. Кто это? Горничная. Добрый день. А какая горничная? Ты бачил? Здравствуйте, Елена. Ты бы сейчас сказал дворецкий. Какой машинью отпускал заслонник. Лена, она вам кем приходится? Людина сестра. Мы ее забрали жить, когда мама умела. Сколько ей тогда было лет? Двенадцать где-то лет. Сколько Елене было лет, когда она ушла от вас? Ну, из семьи. Лен? Значит, тринадцать. То есть спустя год. Я не удивлюсь за размещение. Какой там трешак был, что она типа спустя... Это двенадцать, это ребенок. То есть она пожила там год, думать, я манала вообще. Ребятки, дякую, я надевилась. Куда можно в тринадцать лет жить просто, типа? Да такая, за риг, у меня сломанит серебро. Окей, Гугл, куда пойти? Почему? Значит, получилась такая ситуация. Я пришел, я с работы, она спала в кухне. Ну, как бы голая. Я люди обратился к Желюда, чтобы... Лена... Короче, он ее изнасиловал. Почекай. Он ее изнасиловал. Почекай. Сейчас она скажет свою версию. Не спала голая, спала там в трусиках, в ночнушках. Хорошо, второй раз прихожу. Такое самое. Открывает двери на кухне, такое самое. Двенадцать роков, дитина себе спит. Вона взагалі ни сном, ни духом. Чувак тупо домагался. Я зову Люду, говорю Люда. В чем это дело? О, говнючего. Значит, попадает у нас Никитка в больницу. Люда ложится с ним в больницу. Смотри, как он нервничает, как он посыпался, прям видно, да? Да, сейчас он скажет, он подходит третий раз додому, а вона знову спит. И он понимает, что сейчас та вскроет правду, а он сейчас пытается... Типа, цей превентивный удар, перши рассказати, як це. Ну, естественно, я остался на хозяйстве. Смотри, как оно палится все, да? Ну, и, получается, я спал с Никитой. А в то время, когда Люда не была дома, она спала в соседней комнате. Ну, я просинаюсь от того, что возле меня кто-то спит. И кто это? Лено. Ага. Я был уверен, что все было абсолютно не так. И, значит, я разбудил ее и отправился спать. Лен, это то, как видит для себя эту ситуацию Анвер. Нет, это есть правда, я честно говорю. Что ты помнишь об этом? Я все помню. Поначалу было у нас все нормально. Потом начались заоценки, поганые оценки. Раз была написала не украинское село, а украинское село. 300 раз заставил приседать, что сознание теряла. Ох ты. И по ночам он не раз до меня приходил. Ставил он меня специально в угол, чтобы меня лапать. Жесть. Все, он сидит, хай, он говорит. Он все прекрасно помнит. Анвер. И, прикинь, она тоже понимала, что у нее ни защиты, никого. Родителей же нет. Пожаловаться тупо некому. И это тупо безнаказанное животное вытворяло. То есть она у него в рабстве была, да? Просто. И она даже не знала, до кого звернути, что сказать. Это родная сестра жены Люда. Да, и жена так же сам потерпает. Гнида. Трогал ее. Все, секса не было. Оральный секс. Был. Я просил извинения. Так ты в дырах, блядь, ты конченный. Как бы я понимаю, что я виноват. Я благодарен, что она как бы просила. Ты благодарен еще, что дышишь, твареныш. Вот почему таких носит земля? Ну, как бы в тот момент не посадила меня. Стол, блядь, не ломай меня. Это какой-то ужас. Да, я согласен, я извинюсь. А кто вообще вернет вот этому ребенку вот это состояние? Которое вот, что девочка пережила? Как в мир, что она вообще, как вообще-то на голову можно одеть? Я не знаю, что... Уважаемая гнида, понятно, что не ты, а вот этот вот Анвера. Забери все свои слезы, засунь себе трубочкой, засунь в одно место. Ребенок 12 лет. А, блин, а я вспоминаю его глаза в начале. Не изменяй, ты тут мной, ты так далее. Такая идеальная дата с хозяйством, с усием, с сыном. Я раньше не готовил, но у меня дети, я должен тянуть. А что, он зараз на дейтере веба, а я пропустил. Ну, он такой сидит, паник, паник, да, типа? Ты кому-то говорила об этом? Кто-то был в курсе того, что происходит? Ну, может быть, Люда? Да, Люда, она с Людой поехали... А закрой рот? Я с Людой поехала, написала заяву в социальную службу, что я не хочу с ними жить. А мотивировали вы чем это? Мотивировала я тем, что он нас бил. Действительно, у меня тогда были сынники. Короче, она не призналась, она боялась, она думала хоть как-то так по-более простому попытаться туда свалить. Не сошлись характерами, да? В спине было все. Кого он еще бил? Детей. Как отреагировали в социальной службе на это? Вони мне передали другому опекуну. А в сексуальном насилии никому не... А я промотаю, сори, что ты зупиняю, я промотаю той момент, там, где он рассказывал, ну, я приходжу додому, вона на кухне лежит в трусиках. Ну, сначала голая потом уже. Это же он специально говорил, что типа, станьте на моем месте, это она меня типа спокусила. В 12 лет. Так, так, дитина себе взагалі... 12 років, 12 років! Ты шо, 12-го роківка прикольная? Які, ты шо? Кого вона там спокушати збиралась? Ніда просто кончила. Было известно, кроме Люды, да? Людмила тільки знала про те, що він мене поставив в угол, і вона раз заметила. Тобто ви сестрі не розказали о том, що регулярно... Я сестрі розказала тільки тоді, коли вже не було років 17. Ты ніколи после подібних історій не получається у чоловіка, вот, наскільки мені известно, ніколи не получається потім гладкої і нормальній жизни, і дуже складно вистраювати відношення. Одно дело скандалів в семьі, але вот це, це самая жістякова жість, вот це дно. Ідеш в той магазин, де твоя жена покупала абортний вот этот вот материал, покупаєш себе бром, для того, щоб не хотіти, і вкалываєш. Ваша бывшая жена Людмила сумела преодоліти свой страх перед вами і согласилась приїхати в цю студію. Может, пообіцяли, що ми эту скотину сейчас засадим? Ну, не вийдете сюди. Ісключительно. Його спочатку треба десь, ну реально, йому тупо розбити кабину і закрити у в'язниці. Просто, навіть не сподіватись, виправиться. Він там в ці в'язниці не виправиться. Він тупо, блин, це все-таки довічно треба давати. А знаєш, що тут як потрібно, якщо в іншій житті йому хтось кабину розобьєт, вона ж первая побіжит стучать, садить. Сто відсотки. Лучше такі... Либо пойдет, найдет слабого. Такі фупыри садять, розповіють в камере статью. І там... Добре вечер. Добре вечер. Сто відсотки. Своїх дітей. Сто відсотки. Давайте узнаемо, якій она видит житті своїх дітей дальше. Людмила Мамедова. Добрый день. Похоже, це як сестра, така сестра, да? Близняшки? Ну не знаю, на че похоже. Люда, звіни мене за все. В зале, да? Боже, як она його боїться. Ви звіни мене за все. Слушайте, Людмила, простите, пожалуйста, а ви щас що робите? Ви прячетесь за свою младшую сестру? Да. Люда, бить він вас не буде, я вам гарантирую. Ми тут все за вас і вас підтримуємо. Пожалуйста, не бойтесь. Знаєте, я хочу вам объяснить, почему изначально такая достаточно жісткая риторика со стороны Анны. Ви вже полтора місяця живете без дітей. Ну це неправильно, я знаю. Так а ви убіжали, ви живете у Натали, ви получили там, ну, дійсно, поддержку. Що з вашими дітьми, там, не дуже понятно. Ну, може, і ви живуть. Як? Вот объясніте мене, як ви себе це видели, що ви об цьому думали і, ну... Ну він би їм поганого... Покрикував, да, ну він би їм... Тобто ви були уверені, що жестоко він мог обращаться только з вами? Да, він жестоко обращався зі мною дуже. Почему це терпели? Вот в чому питання. Я уходила, я возвращалась, бо він мені обіщав, що цього не буде, я тебе обіжати не буду. Я дурний, що тебе бив. Вибач мене, будь ласка. Я більше на своїх помилках учусь. Так, бывает. Ну це класичні гайдалки о таких от арбузерів. Я поміняюсь? Ага, ага. Як тільки вона йде, він там... Потім кислоту получеш по морде. Я осознал все свої ошибки, я зробив виводи. Такого більше ніколи не буде. Возвращаюся. Але він бачить, там на полиці стоїть кислота. Ну так, реально. Не забувай об этом. Каждий раз кастрюля ждет. Один раз поверили. Второй раз, ладно, совпадение. Я вірила. Но третий раз, это же уже образ жизни? Я вірила йому, да. А зачем вы говорили вашему мужу, что изменяєте йому? Я, коли він казав, що... Чи був, я казала, що нет. Давайте так, вот есть Гриша, бизнесмен. Есть фермер. Кто там еще, Анвер? Муж соседки є. Да, это пришли, сказали. Я же... Это не я придумал. Нема ніякого Гриши. Гришу я придумала. Він як начне її зранку. Оте було, значить, оте було. Він своє докази. Їй не можна свого сказати. Вона не може своє мнення висклить. Вона не може своє зробити. А у неї є своє мнення? Так вона йому докази, він не чує. Людмила, у вас є своє мнення по поводу того, что происходит? После развода, почему вы все еще были в этом доме? Я жила, як на квартире, 9 місяців. Боялася ходить по вулиці. Я відкрию лямочку, вигляну, чи нема його, нигде. Тоді, щоб не переховуватися, я верталася. Він приводив дівчину додому, мене вигоняв. А від цього? Він сказав, що вона сюди приїде, хто з вас двох победить, той і залишиться. Знаєте, то, що щось происходит, вызывает у мене какое-то внутреннє смятення. Потому що, з одного боку, у мене дуже багато сочувствия к жінці, яка жила в таких условіях. З іншого боку, у мене дуже багато злості. Вот в такій жизненній позиції, в такій безответстві... А прикинь, як вона взагалі психіка поломана з 15 років з ним. Тобто, за 20 років, як тебе могли уничтожити, стерити і взагалі? Я тільки не розумію одного. Він з мене не співставляється з цими словами, що вона зробила 20 абортів. Якось вона така занадекватна для такого. От по розмові вона говорить, ну, така налякана, але якось не схожа. Я очікував, знаєш, вийде якась, ну, просто така, типа... Вультипака якась така. Прямо... А тут, ну, ніби нормальна дівчина, жінка, щездає... Не, жертва, я понимаю, що жертва, який він, можливо, і часто брав силою, ана беременела, ана понимала... Ти все вона введенала абортіва? Я думаю, да. Отношення к собственій судьбі, к судьбі своїх дітей. А ви може... Ти ж посмотри, в качих условіях вони растуть. Це феодально-общинний строй. Коли о благах цивілізації ти забуваєш. І таке понятие контрацептиви не существує. Тому що це ж, ну, зачем? Ми, у нас же з тобою все, натур. Ну, реально, здається, він просто йому начхати на це. Він ж вам поки казав народжий. Йому, типа... Ну, ана, наверное, понимала, куди говорили. Он просто посмотрел один... Как піднімати будем? Куди тебе... Схема работает з цим суколом, все. Споріли, що це не його діти. Ви були такі ситуації? Були, да. Зачем? Думала, що він їх віддасть мені, і що я буду з дітьми, да. Я на емоціях говорила. Я просто пыталась понять, він із вас силой выбивав ці свідіня, да, о тому, що діти не його? І ви так говорили, щоб йому наперчить, насолити, і сказати, на тебе, гад, получи фашист-гранату. Із гнева, із гнева я казала, да. Скажіть, а що за історія з 20-ю, там, і 30-ю абортами, уколи, препаратами, которые использують для того, щоб абортирувати, там, коров? Я робила уколи, да. Зачем? Бо я не хотіла народжувати. А почему не підтримувалися? Анвер не хотів підтримуватись. Мене не удивлений. Люда, а як би він узнал о том, що ви в кой-то раз, коли ви куда-то пошли, да, пока він на роботі, що ви пошли б, правда, поставилися в спираль, або стерилизовались б, в конце концов, якщо життя для вас настільки невыносима, тому що він без конца вас берет, а ви без конца беременеєте. Він не хотів, не знаю, підтримуватись презервативом, наприклад. Але як би він узнал, що ви підтримуєтесь тем, що ви не можете беременеть? Понимаєте, о чем я? Отсюди був мій вопрос. Зачем було говорить ему о каких-то вимисленних людях, зная його вот такой вот спильчивий нрав, сказати, що «да, у мене був Гриша». Зачем? Ну, це ж абсурд. Да він після цього... Ну, це зараз всім легко говорити, а їй не вистачило просто клепки. От вона вчинила так, як їй вистачало, їй інтелекту розуму. То це ошибка, яка тянеться вже дуже давно. От начи з тих времен, як вони тільки познакомились, вони договорились о чем-то, а його тогда, ну, уже... Я спочатку думав, що це він допустив помилку, коли з нею зв'язався, а тепер я розумію, що просто їй треба було від нього тікати подалі, ще під час з нею. Ну, подожди, я понимаю, що вона жертвова, але все равно она теж виновата, потому що здесь заложники, это дети. Вона виновата за дітей? Що, вони з ним живуть? Ну, що дети живуть в таких условиях, що їх четыре, що она їх бросила. Так він її лупашив, і просто, я впевнен, не їх гвалтував вдома. Тому що вона з поліцією не приходить? Тому що вона ж сказали, що поліція не реагує. Пошла би далі. От вона і пішла далі, просто без дітей. Ну, у мене тоді більше, ніж в корицію. Полсела може вирізати, якщо їму кінжал в руки дати. Але ви ж це знаєте, живя з ним 20 років. Люда, це ж ваша жість. Це ж не телесериал, тропиканка, я знаю, що це моя жість. Посадити ви його должны були ще тоді, коли знали, що він приставав к вашій младшій сістрі. Чому заявлений не написали? Він просив мене. А якщо він попросить вас кого-то убити? Не боялась. Чому що біля дати? Ну, щоб жити якось можна було більш комфортно. Він дуже сильно буде просити. Рішається судьба твоїх дітей. Ти сидиш, руки сложила і молчиш. Чого ти молчиш? Все, смотри. Она вже настільки зашугана за 20 років. Вона боїться щось сказати. Вот тебе і чувство вини. Він не зашугав, вона простила. А коли ти прощаєш, ти береш і підтверджуєш ці условії ігри. Вот за це вона і виновна. Я не знаю, чому ти так хочеш зробити і винною. Я її не хочу зробити вот изначально ангелом, але мені більше всього обидно за дітей. Вот і все. Я так люблю за дітей. Вона просто зламана. Він її просто психологично за ціх 20 років переламав. І все. Я інакше це пояснити не можу її поведінку. Короче, тут только упівать на соціальні служби, що-то говорить, правильно? Я думаю, що їй зараз теж так само треба до якогось психотерапевта вирішити. Чого? Я спробую звінити за вираження. Мама сидить, молчать. Чужим людям. Не женщинам. Это нужно більше, чем родной маме. Перед нами сидит совершенно інфантильна девочка, которая не несет ответственности ни за свои поступки, ни за свою... Да шу жесть! У нее четверо дітей у інфантильной девочки. Это как? Вот ви і дальше планируєте спасати Людмилу? Нет. Так, хорошо. А как вы себе видите дальше развитие этой ситуации? Дети будуть жить с вами? Да. Где? Щоб я вдома була біля дітей, наприклад, до вінха і де. Давайте этот вопрос зададим детям. Давайте. А с кем хотят жить вони? Вийти сюди готовы те дети, которых Анвер до сьогоднішнього дня, в общем-то, считал неродными. Это старший сын такая сложная ситуация, вот реально. Нам-то понятно со стороны, мы сидим чисто вбросы делаем, но в моменте решения нужно понимать, что делать. Просто девка вляпалась в такой трэш с тираном, арбузером, что я просто понимаю, ну, мое объяснение, она тупо спасалась, она понимала, что либо я сейчас тупо меня грохнут, либо я пока валю куда-то и хоть как-то выживу. Она понимала, что детей он не грохнет, она знала, что детей он глипает, он может их там на гречку поставить, но убить нет. А по ней она понимала, что что-то не так, он ее реально грохнет. И у нее просто был страх за свою жизнь, она понимала, я сейчас валю, да, я детей люблю, но либо я сейчас умру, либо я сейчас в эту стороне. Но она месяц-полтора была, отсутствовала, да? Ну, это ж не было. Отходили какие-то моменты и так далее, но тупо девка была заложницей больного психотирана. И за 20 лет уже настолько психика поломалась. Я даже боюсь представить, что в ее голове происходит. Я даже жутко 20 лет жить с больным на голову чуваком, который тебя и кастрюлей, чтоб ты в клетке захотел сидеть с кукурузой и прячься от него. Тебя, блин, волосы нахрен выстричь, тебя чуть ли не кислотой облили. Ну такое. Я не вправлен на навяз, что возможно некоторые моменты вообще, которые мы услышали за 20 лет. А если она там еще скажет дальше, там еще понесется, что на самом деле он каждый раз клепал, только заживало побыстрее. Мама. Пацан вставший по струнке ходит. Ага, прям такой. Привет, мам. Я тебе люблю, Зайтик. Привет. Дивой, осаночка ривна, да, такой прям. Там все светится. Я где ласкова? Мам, нормально. А с кем ты сюда приехал? Да. Артем, вот, ну ты знаешь, да, что у папы и мамы весьма сложная ситуация. Им тяжело находиться в одном доме на одной территории, и они вынуждены жить отдельно. На твой взгляд, с кем будет лучше тебе и твоим братьям? Он боится. Пацан. А если такой вариант, мама переедет к вам, а папа уйдет? С мамой, да? Да, да. Можливо, тоже таким может быть вариант. Потому что дети так же покерпатят, что в аббате. Дальше мы буквально еще несколько минут поговорим с твоими родителями. Тебе спасибо за то, что согласился поучаствовать в этой программе. Людмила, а я бы попросил вас остаться. Я спресяду просто. Я бы попросил вас остаться именно на этом диване, потому что я хочу вам сейчас предложить договориться о том, как вы дальше будете жить. Двум взрослым людям, имеющим четверых замечательных детей, попробовать договориться между собой. С кем там договориться? С тем конченным дегенератом? Я думаю, что будет история такая. Либо ты скотина, свалишь из этой хаты, и мы тебя сейчас не трусим. Не закрываем. Не дай бог, ты где-то хоть появишься на горизонте, мы на тебя откроем уголовное дело, и ты об этом пожалеешь. Ты согласен? Я думаю, что должна быть история такая. Они, возможно, где-то понимают, что им чуть-чуть не хватает доказательной базы, время прошло, но попытаются хотя бы типа, ты понял мне? Он скажет, да, понял. Вот ты скотина валишь, ну и как только ты, падла, появишься, она мне позвонит лично, и я, поверь тебе, на еду. Ты мне понял? Ну, я думаю, что только таким вот вариантом. Типа в плане ситуации с сестрой изнасилов в нем забыть, замять? А я думаю, там уже сложно, там очень сложно. Это на самом деле возможно, но это... Давай послушаем, что он предложит. Мне кажется, что история где-то вот в этом направлении будет. Ну, здесь, потому что если вдруг что-то пойдет не так, мы вам сможем помочь. Если ты хочешь жить с детьми, чтобы я вам помогал, я буду так и делать. Анвер! Честно! Вы не можете быть рядом! Я понимаю, нет! Да вы не понимаете! Она возле детей, если она хочет. Вы говорите очень хорошую вещь только словами, и вы в это сейчас свято верите. На предмет того, что, например, Людмила с детьми остается в доме, да, она их там растит, а вы все деньги, весь физический труд берете на себя. Если ты заметишь, она даже вот так от него сидит. То есть просто у нее уже настолько этот рефлекс уже выработан, что она просто его боится. Нельзя встречаться не с детьми, а с женой. Вам нельзя контактировать никак, кроме как документами и обменом денег. Никогда не соприкасаясь. Противопоказано вообще! Смотри-ка, она сидит. Я хочу жить с детьми, да. Я хочу за ними ухаживать, хочу просинаться, лягать с ними, да. Извини меня, Даша. Просто извини. Угу. У тебя, честно, перед тобой душу нынуло. Ага. И что он хочет предложить? То есть я правильно понял, Людмила возвращается домой к детям. Вы ищете себе возможность жить где-то, ну, да, рядом. И вы помогаете где-то рядом своей семье. К сожалению, Людмила не сдержала данного в студии обещания и снова простила Анвера. Что там говорили? Что жертвы? Говорили, балакали, силы и провязывались. Ну, это история о том, что, типа, он изменится. Не, ну, вот я посмотрел его во глаза, он реально мне пообещал 25-й раз, что больше руки ломать не будет. Я думаю, что сейчас девчонки, которые нас смотрят, тоже вспомнят шансы, данные своим прошлым ухажерам и неоправданное доверие. Она разрешила ему вернуться домой к детям, а за неделю после съемки в студии скандалы в их семье возобновились. Но теперь за безопасностью женщины и детей будет следить областная социальная служба. Нафига-цей выпуск в СБУ? Ребят, сразу скажите, кто будет фиксировать труп? Ну, чтобы уже понимать это вот. Ну, она с ним... Долго продержалась? Неделю? Неделю? Тыжды! Там же топор показали. Я думал, что он скажет такой, ты скотина, просто там больше не появляйся, типа, ты пульты бы насиловал, да, и все. Нет, он будет жить рядом, она такая, ты что рядом, будет вместе снова жить. Он изменился. Он теперь другой. Вы видели, какие в студии один за всех у него были глаза, он плакал, он все осознал. Да, выпуск, конечно. Не верю. У меня, в вечере, я не бы одновременно подавился выпуск. Вот, не бы, ну, кола замкнулась. Просто прошлись по колу и пришли назад в ту штуру. Не, не, мне кажется, сегодня, если подытоживать наш выпуск, можно сказать следующее. Девочки, вы, конечно, любите ушами, но смотрите на поступки, что он делает. Иногда такое пацаны могут нагнать. Хорошие мои, берегите себя и свою честь с молода. С радостью прочитаем ваши комментарии, проверьте подписку на канал, также заглядывайте к ребятам на их каналы, потому что наши там тоже есть реакции трио. У меня есть реакция, следствие ведут экстрасенсы, где Чент и Валерка. Это было круто. Да, посмотрите. И у меня есть. А у Валерки один за всех мы записали, да. Поэтому поддержите нас, если вам понравилось, то лайк нас очень согреет. Всем пока. Папа. Покеда.